Итак, закрасные опухоли кожи. Во всем мире они подразделяются на так называемые меланомные и немеланомные раны. Ну, обусловлено это, может быть, относительно, может быть, не совсем корректное подразделение. Прежде всего, прогнозы заболевания. Меланомы кожи – это агрессивные злокачественные опухоли, приводящие, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев к летальным исходам. А вот немеланомные раки – это относительно ласт-дентное благополучное образование, которое, в принципе, приводит к хорошим результатам, к лечебным результатам. Но немеланомные раки как раз и являются лидерами по заболеваемости среди всех локальских опухолей на Украине. Это 43 тысячи случаев на 100 тысяч населения. Если говорить о рейтинговой позиции этих опухолей, то они занимают на Украине второе место среди всех локопатологий после злокачественных опухолей на Украине. Если судить круг поездов и до так называемого городского населения нашей страны, то здесь немеланомные раки являются безусловными лидерами. В общем-то, распределение немеланомных раков по нозологическим формам, как и во всем мире, следующие – это подавляющее количество, 70% – это базарно-клеточные раки. Где-то на порядок меньше 1 из 5 случаев – это базарно-клеточные раки. И затем с существенным расставанием от эндокарцинома, саркова и сарковной капуши. Как правило, вечно-ассоциированы. Возраст этих пациентов – это в основном пожилые люди. Пациенты, вот обратите внимание, старших 60 лет – это 80% всех случаев немеланомных раков в нашей стране. Крайне редко эта патология встречается в детском и юношеском возрасте, однако чуть больше 20%, как мы видим на слайде, – это пациенты работоспособного и здорового возраста, которые, в общем-то, при высоком уровне заболеваемости являются достаточно серьезными проблемами. Распределение опухолей кожи тоже, в общем-то, относительно стандартное. Это, прежде всего, голова и шея. Понятно, что именно эта зона является более уязвимой при ультрафиолетовых нагрузках, при термических нагрузках, при каких-то механических ущербных воздействиях. С существенным расставанием дальше идут случаи появления опухолей на коже туловище и конечнице. Если мы будем говорить об уровне распределения заболеваемости среди регионов Украины, то, прежде всего, следует отметить южные регионы – это Севастополь, там самые высокие пиковые округлые заболеваемости, иными нормальными нагрузками – 82 случаи от по 100 тысяч населения. Затем Крым, Запорожская область. Аусайдерами в этой статистике являются Черновенская область, Донецкая, и, как мы видим, Новоинская область, где эти случаи регистрируются в достаточно меньшем проценте. Что можно сказать о динамике роста заболеваемости среди невозможных раков кожи на Украине? Это тенденции очень незначительные согласно статистике Национального канцерегистра. Как видим, прирост заболеваемости за истекшие 10 лет составил всего лишь 16%. То есть в среднем за год мы получаем прирост полтора, чуть больше одного процента в случае. Но относиться к этой статистике нужно очень и очень аккуратно. Почему? Потому что, с моей точки зрения, это только вершина Айдерга. Дело в том, что в нашей стране, как, впрочем, и, наверное, во всех постсоветских странах, есть проблема с рапортированием невозможных раков кожи. Достаточно в большом количестве хирургий, даже онкологи, которые апеллируют амбулаторных условиях больных с базаремами, не регистрируют эти случаи. А раз так, то они ускользают из, скажем так, статистики канцерегистра. И поэтому, с моей точки зрения, на самом деле уровень заболеваемости и общее количество пациентов с немеламонными раками, по-моему, наверное, раза в два выше, чем мы имеем по, скажем так, цифровым показателям. Ну вот, костяным подтверждением моих предположений являются следующие цифры. Соединенные Штаты Америки. Они регистрируют ежегодно один миллион случаев немеламонных раков. Там каждый пятый белокожий гражданин, в принципе, в течение своей жизни обязательно заболеет им либо с локачественным образованием кожи. Ну, допустим, это южная страна. Вот Германия. Напомню, что здесь чуть больше 80 миллионов населения они регистрируют почти 200 тысяч случаев немеламонных раков ежегодно. То есть в 10 раз больше, чем у нас. Канада 33 миллиона населения. И по широте, я вот специально смотрел географический глобус, он приблизительно совпадает с Украиной. И вот у них регистрируется 68 тысяч случаев. Нидерланды, страна с населением 6,5 миллионов, регистрирует ежегодно 22 тысячи случаев немеламонных раков, что больше гораздо, чем у нас в Украине. Если мы обсудим вопросы диагностики немеламонных раков, то они у нас, к счастью, достаточно хороши. Но обусловлено это вероятнее всего. Не столько, скажем, сознательно наших граждан и доступностью к хирургу, поскольку, я повторюсь, латентным течением этих злокачественных раков. Регистрируются локализованные формы у нас на Украине. Практически во всех случаях это 91%. И только лишь 1,5%, ну, чуть больше, может быть, до 2%, это распространенная форма у нас на Украине. Ну, вот это вот, скажем, относительное благополучие, оно породило достаточно большое количество лечебных подходов к решению задачи неизбавления пациентов от немеламонных раков. Ну, прежде всего, опять, это хирургический метод, в общем-то, самый доступный, самый эффективный и самый простой. Затем, при лечении особенностями клеточных раков, это рентгенотерапия, криотерапия. Однако, я хотел бы напомнить аудитории, что существуют еще методы, в общем-то, достаточно широко используемые в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Австралии, которые, в принципе, достаточно эффективны. В частности, это вот препарат Альдара, это в 5% лекарномод, который, к сожалению, до сих пор питается, но не успешно заинтересованы у нас на Украине. Ответы на это лечение составляют порядка 70-80%. Но пользоваться этой терапией у нас на Украине дерматологом, а онкологом приходится пока только контрабандным способом. Инферсеродотерапия тоже, в принципе, относительно эффективный метод. Ответы здесь мы получаем где-то порядка 60% случаев. Это, в общем-то, метод тоже не новый, он достаточно широко известен в Западной Европе, в Соединенных Штатах, а у нас пока эта методика, она, скажем так, используется, насколько я понял, широко, только лишь терматологами, в клиниках Луганска и Донецка. Но все-таки базарный клеточный рак – это злокачественная опухоль, и, в принципе, не стоит думать, что это простой насморк. Достаточно, ну, относительно, может быть, небольших процентов случаев, но он приводит к метастазированию, и в очень большом проценте случаев, это где-то порядка до 5%, он приводит к так называемой вместо распространённой форме, когда ситуация уходит из-под контроля, в результате пациент гибнет. У нас, в Украине, в 2010 году мы зарегистрировали более 600 случаев летальных исходов у пациентов с немиланого номера. Эта проблема, в принципе, я имею в виду лечение распространённой формы немиланомых раков, тоже, в общем-то, близка к достаточно хорошему и эффективному разрешению. Вот где-то в конце 60-х годов, начале 70-х годов биологами, была обнаружена цепь событий, так называемых хич-фок сигналов, которые присущ, как потом оказалось, более чем в 90% случаев базарных ядричных раков. Затем, где-то уже в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, был получен препарат, и смотрите, вот мы видим сырьё, из которого он был получен, и в 2011 году была закончена первая фаза исследований, посвящённая этому лекарственному средству, с достаточно хорошим результатом. Как мы видим, медиана безриситивной выживаемости составила порядка 9,5 месяцев, а клинический позитив, который включал в себя ремиссию и редукцию укуха, частично либо полу, составлял 76 и 75% совместных и местным диастатическим, и локализовывал локально распространённым. Вообще, забегая немножко вперёд, я об этом, так сказать, буду говорить, и докладчик, я хочу сказать, что в 2011 году произошёл прорыв таппетной медицины в дерматонкологии. Появились сразу три новых, достаточно эффективных препарата, которые, в принципе, сделали переворот в подходе к лечению и на реализованной формы и меломонных, и немеломонных раков. Ну, вот это, прежде всего, это бисмобеги, по которым я сейчас рассказываю, затем зельбараб, о котором будут говорить в дальнейшем, и, понимаете, вот эти три новых средства как раз и были зарегистрированы в этом 2011 году как день. Итак, возвращаясь к бисмобеги, я хочу сказать, что вот этот травм, который был закончен в 2011 году, получил следующие результаты. Это полный частичный ответ порядка 60% случаев с достаточно длительной ремиссией, 12 с половиной месяцев. В 2011 году, в июне месяце, был начин, значит, вторая фаза исследования, вот состава исследования бисмобеги, которое будет включать в себя, которое включит в себя где-то порядка 800 исследований. В нем будет включено 190 центров из 48 стран. Я хочу сказать, что наш центр, я имею в виду национальную историю трака, тоже где-то через, я надеюсь, через пару месяцев начнет этот травм. Поэтому я хочу сделать маленькое объявление о том, что если у вас будут появляться вот такие фатальные, безысходные случаи, вы можете связаться с нами, и мы сможем помочь этим пациентам при помощи чудодейственного препарата фирмы РОКШ. Итак, звукайсинамила на мороженое. Ну, тезисно о ней. Это 16-я рейтинговая позиция среди всех онкопатологий в Украине. Стандартизованный показатель заболеваемости мужчины и женщины практически одно и то же. Это 6 случаев на 100 тысяч населения. Ежегодный прирост за последние 25 лет это 5%. В 2011 году мы зарегистрировали порядка 3000 случаев мелодовой кожи. Погибло более 1000 наших сограждан. Средняя коммунитивная выживаемость больных мелодовой кожи в нашей стране составляет чуть меньше 50%. Итак, мы отследили рост и динамику прироста заболеваемости в нашей стране. Как видим, за истекшие 20-20-27 лет мы получили трехкратное увеличение по заболеваемости за качество мелодовой. Если в Украинской Советской Советской Республике в 82-м году было зарегистрировано чуть больше 1000 случаев в мелодовой кожи и это составило порядка двух случаев по заболеваемости 2 случаев в 100 тысяч населениях, то уже в 2011 году мы регистрируем 3000. Естественно, показатель заболеваемости в возрос более чем в 13. Эта тенденция присуща не только нашей стране. Мы видим статистику в Германии. Там в тот же случай тоже трехкратное увеличение за 25 лет. Единственное, что они стартовали с более высокой позиции. Обратите внимание, в 80-м году у них уровень заболеваемости уже превышал 4 случая на 100 тысяч. Мы попробовали проанализировать в результате чего происходит такого роста события. Прежде всего, мы попытались связать это с самой большой экологической катастрофой, это чернобыльскими событиями. Итак, до 1986 года прирост заболеваемости и меланомии кожи составил 5%. А вот первые 10 лет после Чернобыльска он снизился до 3%. И в то время, как с 1997 по 2002 год мы наблюдали самый высокий прирост заболеваемости среди всех онкопатологий на Украине 7,5%. Затем эта цифра стабилизировалась и вот с 2003 по 2020 год приблизительно среднее прибавление заболеваемости с локальственной луны составляет 5%. Ну, как бы я прокомментировал вот, скажем так, эти факты. С моей точки зрения, безусловная заслуга и всплеска заболеваемости с локальственной луны, как это не прозоксально, является наше с вами улучшение благосостояния. Рухнул железный занавес, у людей появились какие-то свободные деньги, и, естественно, это, скажем так, привело к посещению во время отпуска экзотических, скажем, не свойственных для наших широт стран. И как результат очень высокий уровень заболеваемости с локальственной луны кожи вот начиная с 1997 года. Что происходит в мире со злокальственной луновой кожей и какие интересные эксперименты поставила природа и история развития человечества? Вот обратите внимание, что основная, скажем так, основная мишень для меланомной кожи это белокожая раса. Почему? Потому что по всей вероятности именно она не адаптирована к ультрафиолетовым нагрузкам и, естественно, миграция этого населения и как маянниковой, я имею в виду отпуска, так и, в общем-то, миграция с ПМЖ она привела вот таким вот серьезным изменениям. Вот в Соединенные Штаты Америки меланомы среди белого населения меланомы среди белого населения это 15-11 случаев то есть у нас 100-1000 населения. Среди чернокожих американцев или, как я называю сейчас, афроамериканцев это на порядок ниже, даже больше, чем на порядок ниже, в 20-15 раз меньше. Интересный факт, который я послойно, конечно, комментирую, это уровень заболеваемости меланомы кожи в Израиле. Для евреев израильских уровень заболеваемости в 10 раз выше, чем среди коренного населения нееврейского. Дело в том, что, если мы вспомним историю, на самом деле, исход, скажем, этой нации начался из территории гораздо южнее. Моиси вывел, скажем, своих сограждан 3000 лет назад из Египта. И вот за прошедшее время эта нация настолько ассимилировалась, что, в принципе, потеряла полностью адаптацию к лютой фиолетовой нагрузке, как мы видим вот на этом фильме. Тоже интересный факт это различие заболеваемости среди англичан и шотландов. Ну, мне кажется, что я, во всяком случае, я бы объяснил это следующим образом. Ну, если вы помните, да, историю заселена Алигрия была викингами. Да, Алигрия, Швеция. И, в общем-то, это было светлокожие люди. Но вот, благодаря экспансии Римской империи, да, появилась Римская Британия, дальше которой римское господство не распространялось. И Шотландия оказалась независимым государством. Так вот, мне кажется, что вот эти различия, они условлены, наверное, все-таки тем, что более темнокожая раса, я имею в виду итальянцы, поделились клиническим фондом с Южной Англией и благодаря этому англичан, это я еще раз говорю, это по реальности, англичан заболеваемости на море кожи несколько ниже, чем у Шотландии. Ну, безусловными лидерами по заболеваемости среди стран мира это, конечно же, Австралия и Новая Зеландия. Здесь эти цифры самые высокие, ну, опять же, это эксперимент социальный, это континенты и острова, которые были заселены англичанами в свое время и вот именно эта экспансия английская служила поводом для возникновения такого рода событий сейчас уже. Как это не парадоксально, на третьем месте в рейтинговой позиции по уровню заболеваемости из-за качественной мелановой кожи оказалась Швеция. Страна, которая, в общем-то, очень далека от экватора, но вот именно благодаря, скажем, социальному достатку эта страна оказалась вот в таком неудобном для себя месте по уровню заболеваемости. Именно потому, что Швеция, это, скажем, самодостаточная богатая страна, именно шведы решили, что они могут позволить себе посещать, наверное, южные идиальные страны и вот результат. У них очень высокий уровень заболеваемости и они даже идили по этому рейтингу показателей в Соединённые Штаты Америки. Ну, приблизительно та же история и в нашей стране. Обратите внимание, Севастополь самый высокий уровень заболеваемости среди всех регионов в Украине. Опять же, исторически если мы обсудим вот эту ситуацию, то если мы помним, в основном-то Севастополь колонизировали Северомод. Это, в общем-то, исторически сложился факт и вот как результат высокий уровень заболеваемости. Крым это территории, в которой были заселены, ну, помните, да, собственно, депортация коренного заселения и заселение этих территорий гражданами средней полосы России. Опять же, очень высокий уровень заболеваемости. И на третьем месте, так же, как это в мире происходит, столичный регион. Самый богатый регион, именно он занял третью рейтинговую позицию по заболеваемости на Украине. Ну, каких-то существенных логических подоплек и цепей в распространении заболеваемости по Украине среди женского и мужского населения, я прокомментировать не смогу, я просто показываю вам слайд, который, в общем, захарактеризует соблюдение. Заболеваемость среди мужского и женского населения на Украине, в отличие, кстати, от показателей Австралии, Новой Зеландии, той же Швеции и Соединенных Штатов Америки все-таки традиционно и у нас уровень заболеваемости женщин несколько выше, чем мужчин, и эта тенденция, в принципе, она сохраняется вот на протяжении исследуемых 11 лет. Хотя, если мы будем отслеживать более детально эту динамику, все-таки прирост заболеваемости мужчин среди нашего населения несколько выше, чем у женщин, и, может быть, в какой-то момент мы достигнем определенного паритета, так как это существует или есть в странах Западной Европы и Соединенных Штатов. Почему происходит такой феномен? Я не беру в суду и обсуждать это, хотя, если вы помните, во всех учебниках, если вы возьмете старт учебники по белонумии и демонографии и подобных, там безаперляционный факт о том, что у женщин заболеваемости уже гораздо выше, чем у мужчин. Мы вот такие вот постулатели, по-видимому, скоро будут пересмотрены. Если мы будем говорить о возрастных характеристиках заболеваемости из-за качественной меланомой кожи, то здесь она существенно отличается от немеланомных раков. Как видим, все-таки основная масса заболевших или, скажем так, существенная масса заболевших 50% это молодой возраст или, скажем так, работоспособный возраст. Более того, если немеланомные раки встречаются в детском и юношеском возрасте крайне редко, то меланома это, в общем-то, серьезная статистика. Это 5%. Более того, у меня есть наблюдение в присутствии меланомы у грудных детей. Чем обусловлено такое родное событие, я пока для себя не ответил. Если мы будем обслеживать возрастные изменения динамики роста заболеваемости в основном греи, то у мужчин все-таки эта динамика присуща более присуща более, скажем, более старшему контингенту. Вот мы видим люди, мужчины более старше 70 лет, у них высокий рост уровня заболеваемости, хотя от этого не отстают и, скажем, зрелый и пожилый рост. И, наконец, у женщин вот эта динамика она несколько другая. Тут наблюдается снижение показателей роста заболеваемости среди пожилых сограждан нашей страны, в то время как есть определенной тенденцией к увеличению более молодого возраста. Итак, диагностические возможности белоногой кожи в нашей стране. Как видим, они, конечно, желают быть лучше. Только 41% в случаях белоногой кожи диагностируется у нас так называемых поверхностных белоног. Это те пациенты, у которых есть шанс на хороший результат на выживание. Все остальное, я имею в виду, это более 50% случаев регистрированных в нашей стране, это пациенты с потенциально, с огромной потенциальной возможностью рецидива заболеваний статического местного рецидива. Пословлено это, как вы помните, агрессии опухоли в отношении к базальной мембране, после чего начинается интенсивная миграция опухолевых клеток у организма. Ну вот, именно такие наши диагностические возможности, они приводят к достаточно плохим результатам лечения этих пациентов. Средняя коммунитивная текилитная выживаемость на Украине, как я уже говорил, она порядка 50%. И вот интересный случай, вернее, интересный факт. В регионах, где высокий уровень заболеваемости, показатели выживаемости выше, чем в регионах, где регистрация этих случаев крайне мала, по всей возможности это обусловлено прежде всего неподготовленности врачей к диагностике данной патологии, а во-вторых, это, скажем, недостаточная просвещенность и недостаточная настороженность населения. Я позволил себе сравнить наши показатели с показателями и критериями оценок эффективности лечения в лидере по лечению, по диагностике из локастингового оборудования в Соединенных Штатах Америки. Итак, локализованные фоны в Соединенных Штатах Америки диагностируются в 84% этих случаев. В нашей стране это только 67%. Региональное метастазирование более чем в два раза больше по нашей статистике. Отдаленные метастазы диагностируются у нас в меньшем проценте случаев, но опять же к этим цифрам тоже нужно относиться очень и очень осторожно. Почему? Потому что не во всех регионах и тем более не во всех клиниках доступны достаточно апрекватные и эффективные диагностические приемы. Дело в том, что пациенты с геонарными метастазами в Соединенных Штатах, в странах Западной Европе это пациенты из так называемых микрометастазами. Микрометастазы это опухолевое образование, которое можно обнаружить только при наличии или эффективной поставленной методики биопсии сторожевого лимфатического узла, которая, к сожалению, присутствует только лишь в двух учреждениях. Это национальный стенд рака и я информировал, это частные клиники и суд. Там проводят диагностические приемы. В остальных же регионах нашей страны эта методика не применяется. А раз так, то мы не в состоянии даже классифицировать мелодому по шестому изданию для 2002 года. Так вот, если вернуться к этой статистике, я имею в виду сомнительные статистики в Соединенных Штатах и Украине, то на самом деле локализованных форм у нас меньше, чем в Соединенных Штатах. по среднестатистическим подсчетам где-то порядка по 7%. Естественно, увеличивается цифра пациентов с региональными метастазами и мне кажется, что цифра 6,5% она тоже увеличится, если всем пациентам с региональными метастазированием делать тотальную компьютерную томографию. Именно при тотальной компьютерной томографии у пациентов с распространенной формой вирусной 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 чаще всего выявляются мисоклинические и агренические метастазы. Итак, результат вот этой статистики. Кумулятивная выживаемость Соединенных Штатов Америки 89%, Украина 40%. в два раза меньше и, скажем так, в два раза хуже вирусная локализованная форма опять же это пациенты с первой и второй стадии заболевания. Соединенных Штатов Америки 98% 5-летних манитингов у нас 61%. Но вероятнее всего эта статистика связана не с возможностями хирургического лечения, сколько с возможностями ранней диагностики, ранее обращаемости пациентов. Почему? Потому что в достаточно большом проценте случаев там, в Соединенных Штатов, диагностируются так называемые тонкие меланомы, где уровень проникновения опухоли по Бриславу менее 1 миллиметр. И пациенты с региональным пепестазированием опять же результативность кумулятивной выживания в Соединенных Штатов Америки 61%. У нас на Украине 28%. Ну я считаю, что вот такого рода статистика она связана не столько с возможностями хирургов, сколько с возможностями диагностики. И это подтверждено статистикой, которая представлена в крайнем правом ряду. Это статистика нашего института. Итак, у нас лечение локализованных фон это 82% кумулятивная 5-летняя выживаемость и где-то порядка 50% кумулятивная выживаемость пациентов с региональным пепестазированием. Но повторюсь, это заслуга с моей точки зрения. Не наших хирургических возможностей, а наших диагностических возможностей. То есть мы допустим обязательно всем пациентам с клиническими проявлениями региональных пепестазов делаем капитал пепестазирование. И в большом проценте случаев на этом фоне мы этих пациентов переводим в четвертую стадию, потому что часто мы сталкиваемся сопротивляем сопротивляем метастазов легких печеней, головного мозга. Поэтому у нас лучшие результаты. Итак, чтобы оценить достоинство возможностей каждой страны в диагностике и лечении той или иной патологии существует показатель так называемой летальности. Что это такое? Это отношение количества погибших пациентов в данной лозологической форме к общему количеству пациентов диагностированных по данной патологии. Так вот, на Украине этот показатель в 2007 году составил 39%. У нас погибло тысяча человек от нём кожи, а диагностированных 2,5%. В США в этом же году этот показатель составил 12%. То есть в три раза лучше, чем наш. Единственное, чем я могу вас утешить, это тем, что мы несколько лучше выглядим в этой статистике, чем наши российские коллеги, хотя эта разница не очень большая. Все страны разделены на 4 категории, 4 группы в зависимости от этого показателя. Первый показатель вошли в страны с самым высоким заболеваемостью. Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия. Второе место замела Западная Европа 20-50%. И третье рейнг оппозиции 30-50%. Это там, где находится наша страна. Южная и Центральная Америка, Восточная Европа, Западная Европа. И наконец четвертое более 50%. Это страны, которые не сталкиваются патологией, и у них есть проблемы со здравоохранением. Восточная Азия, Пиапула. Я, заканчивая свой доклад, хочу его закончить изменение у нас. Я надеюсь, что если эта тенденция будет продолжаться, то мы очень скоро приблизимся к европейским показателям. Вот, смотрите, мы за истекшие 20 лет уменьшили этот показатель почти на 10 пунктов. Вот этот дрейф по уколу. Как видим, мужчины нашей страны, они уже оказывали за чертой малоразвитых стран. Обратите внимание, в 2000-м год. Показатель составил 54, 2151, но в целом, как говорится, процесс идет. И я надеюсь, что все-таки в нашей стране наступит момент, когда мы войдем хотя бы в Европу по этим показателям. Благодарю за внимание.